2016 год принес серьезные изменения в профилактике и лечении бронхиальной астмы. На смену старым клиническим рекомендациям пришли новые. Мы подчеркнули, что бронхиальная астма является гетерогенным заболеванием с точки зрения фенотипов. И это прежде всего аллергическая астма, неаллергическая астма с поздним дебютом, астма с фиксированной бронхиальной обструкцией и бронхиальная астма у больных с ожирением. Также определены фенотипы, которые врачам легко выделить в обычной практике. Эти и другие изменения обсудили на симпозиуме «Терапия бронхиальной астмы», о чем говорят эксперты в 2016 году. Мероприятие состоялось в рамках 26-го Национального конгресса по болезням органов дыхания. В следующий очень важный момент была внесена характеристика тяжести бронхиальной астмы не только до начала терапии, но и после начала терапии, что тяжесть определяется объемом лечения, который необходим для достижения контроля. И было внесено понятие, что такое легкая астма, средне-тяжелая и тяжелая бронхиальная астма. Первые клинические рекомендации появились в 1996 году. Затем их пересматривали два раза – в 1999 и 2005 годах. На сегодняшний день это уже четвертое изменение клинических рекомендаций по профилактике и лечению бронхиальной астмы. Какие методы мы использовали при создании этих рекомендаций? Посмотрите, это, конечно, обзоры. Это обзоры и опубликованные метаанализы. Это систематические обзоры. Видите, какие поисковые системы мы использовали. Ну и существенная, так сказать, достаточно глубина поиска для создания этих рекомендаций составила 5 лет. Изменения коснулись и ступенчатой терапии бронхиальной астмы. В качестве монотерапии первой ступени легкой астмы появились ингаляционные глюкокортикостероиды. Именно для тех пациентов, которые имеют риски обострений, для превенции вот этих обострений. Это, в общем, этого не было. То есть ингаляционные астероиды мы можем хотя бы по интермитирующей схеме применять у этих пациентов. Также впервые в клинической рекомендации внесен режим единого ингалятора. Эта стратегия может превентировать обострение. И, собственно говоря, и в международном руководстве Джина, и в нашем федеральном руководстве отмечено, что те пациенты, которые имеют факторы риска, которые уже имели обострение в прошлом, вот для этих пациентов в первую очередь, в первую голову должна быть рассмотрена стратегия единого ингалятора. Ну или стратегия SMART, если мы говорим об удозонитии фарматероли. То есть вот это, пожалуй, самая эффективная стратегия, которая реально снижает риск обострений у пациентов и с средне-тяжелой, и с тяжелой бронхиальной астмой. По мнению специалистов, такая концепция является наиболее логичной и обладает колоссальной доказательной базой. Чем больше разнообразных устройств вынужден использовать пациент в собственном лечении, тем больше шанс ошибки использования этих препаратов. А когда мы говорим об ингаляционной терапии, ошибка в использовании – это значит использование не той дозы, которую рекомендовал врач, или вовсе отсутствие этого лечения, что неизбежно приведет к ухудшению состояния пациента, к появлению симптомов, к плохому самочувствию, к потере контроля и, соответственно, тоже в дальнейшем обострении бронхиальной астмы. Присутствующие на симпозиуме врачи также оценили преимущество применения так называемой SMART-терапии. На симпозиуме представили показатели смертности больных бронхиальной астмой. Если мы с вами проанализируем динамику смертности от бронхиальной астмы с 1995 по 2012 год, то вы видите, как, в общем-то, драматически, в хорошем смысле, то есть кардинально снизилась смертность от бронхиальной астмы с момента появления первых клинических рекомендаций до 2012 года. Смотрите, как уменьшилось количество распространённых астматических статусов, то есть тяжёлых, жизнеугрожающих обострение бронхиальной астмы, тоже с 1995 по 2012 год. И посмотрите, как снизилось количество вызовов скорой помощи по поводу бронхиальной астмы опять же с 1995 по 2012 год. Андрей Станиславович, кстати, эти результаты демонстрил на Европейском респираторном конгрессе, вот на русском симпозиуме в прошлом году, в 2015 году. Первый раз был такой большой русский симпозиум на Европейском конгрессе, и, так сказать, были представлены вот эти результаты, эти достижения, в общем, так сказать, как мы всё-таки изменилась ситуация бронхиальной астмы. И хоть ситуация улучшается, по мнению врачей, главная проблема в профилактике и лечении астмы – диагностика заболевания. Специалисты уверены, необходимо повышать уровень знаний врачей первичного звена. Тех врачей, которые наиболее часто имеют контакты с пациентом, тех врачей, которые имеют больше возможностей, в том числе и в диагностических, да, и с точки зрения общения с больным, потому что у врача-специалистов всё-таки концентрируются те пациенты, которые уже имеют диагноз. Эксперты надеются, что новые клинические рекомендации помогут улучшить ситуацию в лечении бронхиальной астмы. Продолжение следует...